Особое мнение после пяти вечера. Писатель Виктор Ерофеев. Особое мнение в понедельник после пяти вечера. В понедельник тема программы «Полный альбас». Почему Путин превращает внешнюю политику во внутреннюю? В нашей студии бывший премьер-министр России, лидер партии «Парнас» Михаил Касьянов. «Полный альбас» в понедельник после восьми вечера. В понедельник гость программы «Разбор полета» детский писатель Эдуард Успенский. После 21 часа. Итоги военно-морского салона в Петербурге подводим в понедельник после 22 часов в программе «Арсенал». У нас в гостях президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. «Арсенал». Симпатичная получилась, что ты почитаешь. Каждую секунду в мире происходит бесчисленное множество событий. Но каждое из них можно представить в числах. Больших и маленьких. Положительных и отрицательных. Целых и дробных. Мы, Всеволод Бойко и Оксана Чиж, обращаем внимание на простые и сложные числа. И разбираемся, что они значат. По четвергам после 23 часов в программе «Знаменатель». Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору. Но без купюр это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы». Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких. Лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте, актуальны вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше». Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Добрый день всем. Это день еще 17 часов в Москве. Сергей Бунтман ведет эту программу, а в гостях у нас писатель Виктор Ерофеев. Добрый вечер. Добрый вечер. Я сразу спрошу про карту ненависти. Тут составили карту ненависти. Сегодня правозащитная организация, сегодня в «Известиях» ее и представили. И есть она на сайте, есть даже специальный сайт, карта кликабельная. Там можно посмотреть, что, где произошло. Я думал, что за зелененькие сначала. Зеленые и красные там люди. Зеленые есть не со смертельным исходом, было столкновение на расовой, национальной почве. А красные это когда со смертельным исходом. плотно очень, есть очень плохие районы. Нужна такая карта ведь? Конечно, нужна. Понятно, что такая карта нужна была еще давно. То, что мы потихоньку созреваем на мысли, что эти преступления надо не прятать в карман, не скрывать, а об этом говорить публично. Это уже что-то хорошее. Другое дело, что все-таки мы не до конца понимаем, почему это происходит. Происходит, видимо, это, я имею в виду, почему мы не понимаем. Потому что все равно заглаживаются, замыливаются причины. Та дружба народов, которая рекламировалась в Советском Союзе, она каким-то образом перевернулась и превратила свою карикатуру. А еще страшнее. Там не особенно было-то с дружбой народом. Там было не особенно, там было не особенно, но тем не менее, тем не менее, могу сказать, что по сравнению с тем, что сейчас есть, это действительно что-то там, какое-то было более-менее стабилизированная ситуация. А сейчас наше общество превратилось в российское общество. В российское, просто российское. Вот интересно, что я сейчас преподаю полнедели в Берлине, и там встречаются соотечественники, и первое, что режет ухо, это то, как они высказываются о своих же соотечественниках другой нации, другого народа. То есть о своих соотечественниках. Ну вот, мы живем в одной стране, и получается, что если кто-то имеет другую национальность, это подчеркивается, и это изображается. Вот смотри, если ты убиваешь русского, ты говоришь, что убил человека, а вот если ты убиваешь белоруса, ты говоришь, что убил белоруса. Вот так вот. Даже так, даже когда славяне. Ну вот, смотри, ты знаешь, что я в Германии тоже заметил, больше всех, больше всех не любят турок наши, наши, которые живут в Германии. Да нет, ну надо сказать, что вообще, когда я первый раз после вот запретов приехал за границу, и как-то это почти сразу стало Америкой, я был поражен, что все наши эмигранты, причем такие знаменитые, яркие, известные, имен не будем перечислять, они все или крайне правые, или просто расисты. Они очень правые. Да. Очень правые. Мне кажется, что у нас политическая культура слаба не только в нашем замечательном народе, где она равна таким отрицательным величинам, но она очень слаба в нашей интеллигенции тоже, потому что считается, что если действительно куда-то рвать хогти, то надо рвать хогти в крайне правую партию и становиться расистом, причем таким, я бы сказал, подсознательным расистом. Пут могут что-то так обронить, в общем-то, даже не вдумываясь и о людях другой, естественно, другого цвета кожи, ну, о людях, которые мы тут живем, мы знаем все эти клички и названия. Мне кажется, это ситуация чудовищного отсутствия просвещения. Мы привыкли к этому слову. И язык очень сильно развязался за последнее время. Мы привыкли к этому слову относиться как к слову, от которого зеваешь. А вот без этого слова будет все больше зеленых, желтых и красных точек. Да. Я бы хотел еще вот здесь одно замечание, когда эта тема обсуждалась сейчас в развороте, тут я попал на СМС-ку, мне сказали, да мы друг друга-то, что тут говорить о других народах, мы друг друга едва терпим. Мне кажется, общая агрессивность как-то, она настолько наросла, что ей... Ну, во-первых, мы живем в атмосфере действительно лжи, и когда есть ложь, и когда она течет вообще со многих экранов, и это становится уже привычкой, то, естественно, совершенно, что человек в этой лжи начинает поступать согласно своим самым примитивным инстинктам, потому что иначе у него просто все остальное у него выбито. А это деление на свой-чужой, и чужой становится врагом моментально. Но это на всех уровнях свой-чужой. Есть международный свой-чужой, есть футбольный свой-чужой, есть квартальный свой... Есть в семье свой-чужой. Да, в семье свой-чужой. Да, да. Ты выбираешь себе союзника, но потом этот союзник может тоже врагом стать, и я думаю, что по этому же принципу действуют и люди, которые сидят за этими красивыми стенами здесь в Москве. А может, мы слишком долго жили, тесно слишком? И это тоже мешало. В советское время. Потому что коммуналка, конечно, не способствовала дружбе народа, даже не народов, коммуналка, это раскачивало и нервы, и раскачивало человечность, естественно, совершенно. Вообще, надо сказать, что к человеку мы относились либо излишне к коммунистически, потому что наша литература хотела освободить человека, спасти его, и сделать будущее лучше. А для того, чтобы сделать лучше будущее, надо объявить человека хорошим. Просто, и вот русская литература во всеуслышание объявила человека хорошим. Знаешь, вот в черновике Тургенева Пазаров говорит, человек хороший, обстоятельства плохие. Вот в этот капкан мы попались со всей силы. Если западная культура в лучших своих проявлениях, она пытается оградить неважные и плохие свойства человека, для того, оградить, не уничтожить, потому что их невозможно оградить от публичного такого проникновения, то мы объявили, он хороший, давайте поменяем обстоятельство, все будет хорошо, и мы постоянно на эти грабли. Ну, это чудесная такая русоистская идея, вообще изначально хорошая. Ну, почему? И русская литература тоже. Я не думаю, что Достоевский Достоевский не ограждал человека от самого себя, очень честно. Нет, Достоевский ограждал человека от неправильных мыслей, то есть, человек все равно... Ну, то есть, от самого себя. Не сказал бы. А дело в том, что Достоевский тоже считал, что человек хорош, хотя он говорил, что, значит, лекаря-социалисты думают, ну, это известные слова из дневника писателя, что зло залекает гораздо более поверхностно, чем на самом деле, но, тем не менее, вот смотри, у Достоевского всегда человек поступает неправильно, когда он заражен какой-то, бациллой какой-то неправильной идеи. Всегда. Пожалуйста, Иван Карамазов или его папаша, или все там другие персонажи, которые в основном атеисты, неверующие, и все, ну, помнишь, это замечательно, если Бога нет, то какой я капитан? Ну, да. Это из бесов. Вот так вот. Все распад. А так, в принципе, я бы не сказал, что он поддерживал русоизм, но, в общем-то, русская литература, а Толстой вообще утверждал, что такой простой человек, он хороший тоже, и только вот культура на нас. Ну, он просто тоже бациллы, но бациллы другие видел. Толстой, Виктор Ерофеев, писатель у нас в гостях, мы через 2-3 минуты с вами продолжим разговор, не забывайте задавать вопросы, плюс 7-985-970-45-45. Никто лучше нас. Нигде, кроме здесь. Никогда, кроме сейчас. Это водится лучше, чем супер. Исчерпывающе и субстантивно. Со вторника по четверг с 14 до 17 Дарья Пищикова и Андрей Позняков лечат ваше весеннее обострение. И мое тоже. Весна, 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 весна. Это будет лучше, чем супер. Работаем с документами, ломаем руки. Выбор Ясин. Авторская программа Евгения Ясина. Это заранее. У нас заранее договорились. Мало ли другие планы. Формула Ясина. Я думаю, что ты уже... Конкуренция уже закончилась. Программа... Клетка захлопнулась. Отвечу, отвечу. Тебе всегда отвечу. Во вторник, как он, наверное, в 10 вечера. Вспоминание, в 145 минут, делка... От вас. Что было в вашей собственной жизни? Родился? Женился? Завел кошку? Звоните и пишите. Нам это тоже. Что же интересно? От нас заинтересованное соучастие и викторина Угадайка. Программа Синхронный шаг с Нессой Землер Алексеем Дурново и очередным дежурным домовым. Пора. Пора слушать музыку. Хорошую музыку. Ведь такая возможность есть. Каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. 4 часа настоящего рока. Классика. Новинки. Малоизвестные группы. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева. Да, поздно. Да, впереди рабочий день. Но может, игра стоит свеч? Эхо Москвы. Эхо родилось в другой стране, которой уже нет, в Советском Союзе. Ее нет, а мы есть. И мы решили рассказать вам, тем, которые не знают, что было 25 лет назад, о том, как мы шли вместе с миром, страной, как мы менялись, как меняла страна. Мы начали работу, совершенно не понимая, когда она закончится, да и закончится ли она когда-нибудь. Мы встречались с президентами и с лидерами оппозиции, с бунтарями и конформистами, с великими писателями. Мы их будем вам показывать в интернете. Создан Лангрид. И каждый год из этих 25 лет вы будете знать, что было в мире, что было в стране, и что было у нас на Эхе. Радио Эхо Москвы. В этом году радиостанции Эхо Москвы. 25 лет. Главные события. Главные новости. Главные персоны. И ощущения Эховцев за все 25 лет. Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». У нас в гостях Виктор Ерофеев плюс семь девятьсот восемьдесят пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Ваши смски только приветствуются. Ну вот мы про Бога говорили, что и про человека изначально хорошего, и о вере. У нас какая-то вера странная в стране. Телевизионный проповедник Дмитрий Смирнов приходит к серебряному дождю, начинают там все громить. Совершенно неправда, что они тихо пришли и благостно попросили. За километр услышали музыку. Пять часов вечера. Ну и так далее. Все уже знают обстоятельства. Это не отдельный случай, это тенденция. Ну да. Но дело в том, что все построено таким образом, что ценности располагаются вокруг государственных интересов. Государство у нас требует подчинения и службы, в отличие все равно наоборот за Богом. То есть уже в Польше и дальше. и государство замечательным образом ломает колено церкови, а иногда ее не надо ломать, она уже сломлена, она прошла через Советский Союз. Давно не надо. Давно не надо, да. Тоже опять-таки почему-то обидно, да, прям даже больно, потому что если в Польше церковь вытащила народ из болота вот такого ложного социализма, к демократии, то у нас как только появилась видимость демократии, тут же церковь стала работать против нее и утопила нас всех, потому что, конечно, она объявила естественную монополию на истину, как же так. Да, у нас в этом смысле действительно архаические формы истинной ценности и так далее, и так далее, и мне кажется, что все это кончится тем, что просто люди опять отпадут не только от церкви, но и от веры, и вообще сейчас становится как-то очень модным, знаешь, не верить в Бога. Серьезно? Это по твоим наблюдениям или как? вот не модно, не модно. Ушла волна, что ли? Ушла эта волна, которая, ну да, но потому что Бог ассоциируется теперь вот с тем казенным православием, который, надо сказать, совершенно безостенчиво лижет, не знаю, как это назвать правильно у вас на эхо Москвы, вот что-то такое государство. Как оно есть, так и назвать. Так и назвать. Да, знаешь, это очень обидно, потому что, значит, не крепко, в общем-то, вера-то была. Ну, видишь ли, мы же все-таки вот по кускам знаем русскую лезиатуру. Ты помнишь ведь поразительное письмо Белинского Гоголю, когда тот, значит, написал свое выбранное место из переписки. Да, 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 а тот ему сказал, какова у нас вера, потому что действительно каким-то образом она насаждалась, она была государственной, она громила все народные какие-то представления о жизни, о природе, о человеке, и, в общем, все это каким-то, знаешь, отдавало таким религиозным милитаризмом. Ну тогда, знаешь, вот в наше время, когда мы учились, мы читали, мы не читали выбранные места Гоголя, а читали письмо Белинского. С какого-то момента читать только выбранные места из переписки с друзьями, а письмо Белинского никому не нужно. Так что картина, картина просто перевернулась, была раньше, читали одну половинку рубля, знаешь, Берсом-Берсом, а теперь Бермана-то. Ну или, знаешь, помнишь, это знаменитые картинки, там то ли вазу видишь, то ли профиль. Да, да, да. И мне кажется, что в Белинском, увы, больше правды сейчас, потому что действительно вера насаждалась, вот не Маяковский насаждался, как пишет по сторонам, как картошку по Екатерине, а это вера, причем вера без глубины богословия, теологии, другим словом, без глубины, понимание того, зачем, как, и это вера, которая покоится тоже на страхе, это еще разновидность страха, испугать человека грехом, испугать человека, неповиновением, отправить его уже не просто в ГУЛАГ, а отправить его вечный ГУЛАГ под названием АД. Меня поражает, как вот сегодня Андрей Кураев, или сегодня, или вот во всяком случае после этих событий на Серебряном Дожде, опубликовал маленький кусочек видео с Дмитрием Смирновым, когда Дмитрий Смирнов говорит замечательные слова, он описывает человек, который живет в Аду, вот нас с вами, нас со всеми, вот мы смотрим в зеркало и недовольны своей физиономии, мы смотрим на начальство и недовольны начальством, мы недовольны всем абсолютно. И он говорит, и чтобы быть в тебя ничего не раздражало вот это так, и чтобы как-то стержень иметь, надо обратиться к Богу. Ну что ж такое, если Дмитрий Смирнов говорит по телевизору, замечательный, вот показывает его проповедь, а через пять минут он ведет за километр ведет дяденек и тетенек с детьми громить, потому что там как-то раздражает за километр звук какой-то. Да не только звук. Что это такое? Мне кажется, прежде всего, это глупость, это отсутствие дисциплина ума, когда ты не понимаешь, что, зачем следует, это что касается личного состояния человека. А потом есть еще ангажированность, такое есть французское слово, которое мы с тобой знаем. Да. Да. И просто это призывает этих людей работать на то-то, на то-то, и работают. А главное, что опять государство важнее всего, и человека можно топтать и уничтожать, и уничтожать реально. И на комысли вообще отметается конфессии другие, подвергается насмешкам. Тот же расизм, опять расизм страшный в церкви, жуткий расизм. Мне кажется, что вместо того, чтобы чистить церкви перышки, она занимается вот этим самым, знаешь, берут метлу и метут всех. Напрасно. У нас был шанс, конечно, у нас был большой шанс по-новому увидеть православие, и как-то вот в 80-е годы казалось, что что-то может получиться. Но вот, к сожалению, надо признать, что... Все шансы были. Все шансы были. Все шансы были. Можно было сделать так же, как был шанс перед 17-м годом. Да. Так же и сейчас. Понимаешь, дело в том, что сначала шансы были, а с другой стороны, опять наша бедная антропология, которая всегда человек, хорошие обстоятельства, плохие, всегда опора на того абстрактного человека, которой нет, что и погубило и реформы, наших реформатов 90-х годов, что привело к расплате политической, фамилия которой начинается с буквы П, это расплата. Вот. И что привело тоже к состоянию церкви, в которой она действительно защищает не интересы Бога, а защищает интересы государства. Да, ну вот тут напишет, кто виноват, виноват я сам, что делать жить ради Христа, то есть для другого. А у нас никогда так не будет, виноват другой, а ему еще и завидуем. Разве не так? И это навсегда, пишет совершенно обреченная Таня. Почему? Ну, Таня, дело в том, что всегда есть возможность высказав это, посмотреть на себя и сказать, я буду жить по-другому, давайте, я не буду сразу всех ненавидеть, я поживу по-другому, посмотрю и вдруг у меня получится. Да, конечно. И это не так трудно, надо сказать, что это, в общем-то, не так трудно, это возможно. Есть у меня еще довольно много вопросов Виктора Ерофеева, мы сейчас прервемся с вами на сколько там у нас получается четыре минуты и продолжим особое мнение. Хочется и о других проблемах поговорить, но тоже с этим связано. Продолжим через четыре минуты с небольшим. Кстати говоря, про это можно упомянуть, потому что это как раз душа и тела тут много тем, которые мы затрагиваем. Только, наверное, лучше распечатать тем, потому что она такая в этом самом деле. 17.30 в Москве на Энхинопости в студии Ирина Кучеренко. Бывший замминистра иностранных дел Греции в Клиде Соколатас в ближайшее время будет назначен новым главой Минфина страны. Об этом сообщают греческие СМИ. Официального подтверждения этой информации пока нет. Соколатас координировал работу греческой делегации на переговорах с международными кредиторами. Ранее сегодня нынешний глава Минфина Янис Варуфакис объявил, что уходит в отставку. Своё решение он объяснил тем, что некоторые участники Еврозоны считали его присутствие на заседаниях министра финансов Там очень симпатичные картинки. Посмотри. Комития Минобороны займётся выяснением причин катастрофы фронтового бомбардировщика Су-24 в Хабаровском крае. Она уже направилась на место происшествия. До окончания её работы сделают какие-либо выводы А обложку сделал мой сын. Первый раз совместная работа отца и сына. Отказ техники Бомбардировщик разбился сегодня днём при взлёте с аэродрома Хурба Два лётчика погибли Отмечу, что нынешняя катастрофа это уже пятое происшествие с боевыми самолётами ВВС России с начала июня В фирме полуголый мужчина устроил дебош в мечети По словам очевидцев он вёл себя буйно кричал Аллах Велик дёргался и вырывался Как сообщили в полиции мужчина успел сломать в мечети две двери а затем выбежал на улицу и попросил вызвать ему скорую помощь Местные СМИ отмечают что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения Его задержали и передали врачам Сейчас он находится в больнице Власти Москвы выставили на аукцион 40 киосков мороженого расположенных в 10 округах столицы Как сообщает Департамент по конкурентной политике участникам аукционов предстоит торговаться за размер ежемесячной платы Она составит от 27 до 40 тысяч рублей в зависимости от места размещения объекта Срок действия договора составляет 5 лет Проведение торгов запланировано на середину августа В Москве сейчас 19 градусов давление 748 мм влажность 41% Ирина Кучеренко служба информации Эхо Москвы У моей дочери завтра 10 лет Ты можешь это сказать А не слушаю сейчас Вся семья Ты просто скажи Майя ее зовут Как Майя Пешкова Майя Викторовна Ерофеева Майя Викторовна Ерофеев Майя Викторовна Ерофеев В Италии Альфа Ромео Автомобиль бронирую на E-Avtocat.ru Оформляю все в интернете Моя машина ждет меня И вам советую Наслаждайтесь свободой передвижения с E-Avtocat.ru Бабушка, милая, привет! Ой, у нас здесь в Риксосе так здорово! Море, бассейны, детские площадки Готовят очень вкусно Прям как ты Интернет очень быстрый Могу смотреть любимые мультики Бабулечка, приезжай тоже к нам Риксос Да, это Риксос Да, это Риксос Столица это центр И кто-то думает, что все решается здесь Но решаются ли здесь твои проблемы? Проблемы решают в ЛДПР ЛДПР сегодня Это 2400 отделений во всех регионах страны Это опыт и молодость Новой России Делай историю своей страны Слушай ЛДПР на Эхо Москвы Реклама на радио Эхо Москвы 921-40-41 Код 495 921-40-41 Код 495 Особое мнение главного редактора Независимой газеты Константина Ремчукова Вы можете услышать в одноименной программе Особое мнение в понедельник После 19 часов Эфир ведет Татьяна Фельгенгала Футбол Любимая игра миллионов Неповторимое зрелище И полное единение болельщиков На трибунах стадионов И у радиоприемников дома Или в автомобиле Каждый понедельник После 23 часов Программа Футбольный клуб Целый час для фанатов И знатоков игры Футбольный клуб По понедельникам После 11 часов вечера Зона уверенного приема Радио Эхо Москвы Радио Эхо Москвы И компания РТВА Представляют программу Особое мнение Особое мнение Виктор Ерофеев У нас в гостях Знаешь, ведь Когда появляется Добровольное признание Нашего собственного Мефиста И Сан Саныча Калягина Потому что Театр не место для провокации Когда Приходят Батюшки И Вадим и их Паства Приходят и громят Когда громят выставки Для меня это наступление Нацизма В нормальном понимании Этого слова И карта ненависти Но и карта ненависти Это еще Это невозможность Принять меры Еще Но для меня Вот это вот Морализаторство И эстетическая пошлость Которая проповедуется Это стопроцентный нацизм Я думаю, что У нас Это Не новость У нас Была Черная сотня Которую поддерживало Государство И она была Страшна И она Расправлялась С интеллигенцией С либералами Как ты знаешь Ее Очень сильно Поддержал Николай Второй Реально За ней Тоже стоял Распутин И Сейчас Эта тень Она даже Эта историческая тень Она Легла Снова на нас Мне кажется Что идеология Черной сотни Абсолютно Примитивный Такой угарный Национализм Такой Квастной Патриотизм Абсолютное Неумение Разобраться В том Из чего Стоит Современный Мир При желании Упереться Это В общем-то Действительно Начало Конца Потому что Тогда Это все Лопнуло И Было бы Конечно Страшно Горько И обидно Что мы бы Повторили Ту же самую Историю Исходя из Тех же Принципов Поэтому Знаешь Сереж Даже какие-то Вот Свои Собственные Названия Они даже Более Значительные Черная сотня Была Чудовищная Ну да Но как Не называй Есть Есть базовый Нацизм Базовый Фашизм Который Уже Наш Добрый Ваш коллега Замечательный Философ Умберто Эко Определил Кстати Скоро выйдет Очень Ну и на русском Страшно полезная Для нас Для всех Журналистов Книга И читателей И прессы Называется она Номер ноль Скоро выйдет Кстати На украинском языке Уже вышло Да Вот Я своим Киевским студентам Я уже ее Рекламировал Про мезинформацию Про Вот это Затуманивание Информации Оно ведь Тоже И это Базовый Нацизм Базовый Вот такой Как его Не называй Сколько там Не запрещай Уподоблять Одно Другому Вот ты говоришь Черные сотни Так это То что То что Зреет И то что Надо вскрывать Этот нарыв Иногда он сам Взрывается Как С помощью Других И Германия Ценой Кошмарного Поражения И унижения Его преодолело Все таки Да Они преодолели Хотя до сих пор Очень Очень болезненно Относятся К себе Вот сейчас я Преподаю В Берлине И действительно Мои студенты Пишут о том О том Что тяжело быть немцем До сих пор Вот Но это же Преодоление Проклятия А мы так вот Отмахиваемся От истории И придумаем Какую-то Совершенно Чудовищную ложь И это конечно Очень Боимся собственных болезней Заклеиваем пластырем Да Ну вот Вить Ну что делать Ну вот Ты пишешь Совершенно провокационным Под названием Книгу Тело Заклеивают ее нам Чтобы До 18 лет Никто не видел Рисунки Которые порочат Сергея Эйзенштейна Автора Вполне эротических Рисунков Как мы знаем Из истории Ну это наверное Не правда Скажет доктор Мединский И его сотрудники Не мог быть Человек Так Вот ты продолжаешь Обнаружил у тебя ряд Обсценных Слов Ну вот что Вот ты продолжаешь Это почему А другие боятся Я продолжаю Потому что мне кажется Что культура Только тогда И является культурой Когда она Говорит о темах Острых Болезненных И порой Критических И критичных То есть в конце концов Серёж Мы страна критического Реализма Что тут не продолжить А что продолжать Социалистический реализм Мы страна Критического реализма С этим согласились Критического в каком понимании Когда в критической точке Мы находимся Критической точке И при этом Пытаемся критиковать Эту точку И ищем выхода Из этой точки Конечно Это тело Не только Тело человеческое Это тело страны Тело культуры Об этом книга Вообще Даже можно сказать Какую-то странную вещь Это тело души Это про это Вот И для меня Это важно Что книжка Вышла И рисунки Из Штейна Только Только меня радуют Потому что Они говорят о том Что жизнь Продолжается Это у него Четко совершенно Формулируется В этих рисунках Для меня Что тоже важно Что ее оформил Мой сын Который Всегда был строг По отношению К Каким-то Излишествам Стиля И Так сказать Натурализма Но он нашел В этой книге То что Он мог Иллюстрировать Скажи мне Витя Пожалуйста Вот если Если говорить о том Можно ли оказывать Этому сопротивление Вот Или Вот Мракобесие Она на то и мракобесие Что наступает Ничего с ним не сделаешь И в конце концов Надо вот Когда дойдет До точки Критического Реализма Вот Взять Какие-то Кто может Чемоданчики Курицу Курицу холодную В фольге Или в газете И поехать Куда-то Ну Я думаю Что Всегда Должна быть Двойная Защита Так Одна Защита Это слишком Слабое Сопротивление От Мракобесия Мне кажется Что Прежде всего Надо понимать Что Это болезненное Явление Социальное И историческое И даже национальное Но Это Не болезненное Явление Твоей собственной Личности То есть Просто Уничтожь Справься с болезнью С этой болезнью В самом себе Это Это первая Защита А вторая Вторая Защита Просто Справишься С этой Болезнью Постарайся Создать Какое-то Поле свободы Тоже В себе Может быть Там В советские времена Это называлось Внутренней миграцией Может быть Еще как-то Можно обозвать Это дело Но Если у тебя Будет поле свободы Тебя Труднее Будет пробивать А если Тут просто Все время Говорить о том Что все Задавили И надо бежать И так далее И так далее Мы Мы страну Потеряем навсегда Нам надо У нас есть Москва Город Красивых Замечательных Просвещенных людей Я очень люблю И ценю Москву Я Взлагаю на нее Надежды На будущее Я думаю Что Москва Даст Хороший Пример Как повернуться От мракобесия К нормальной Человеческой жизни Ведь у меня всегда Был вопрос Если у тебя Есть возможность Пока Говорить То Зачем Это Тратить На то Чтобы Сказать Не по сути А сказать Просто Очередной Раз Как все Ужасно И что Надо Бежать Сережа Это самое страшное Что Меня уже Преследуют Вот Последние годы Потому что Тратишь Свои Силы И Свою Голову На возмущение Тем Что уже Было Когда-то И Происходило В твоей жизни То есть Вот Та часть России Она тебя Куда-то тащит И ты тонешь И И захлебываешься Вместе с ней Это ужасно Я вот смотрю Что Мы Лишены Этой Вот Свободы Вымысла Какого-то Потому что Вот И физики Нас обгоняют Я только что В Хайдберге Встречался С самыми такими Крупными физиками Европы Америки Вот была встреча Я говорю А коллеги Вот Из России Вы посещаете И они как-то Так вот Замялись Я не говорю Что у нас плохие физики Я просто Они замялись У нас есть замечательные И немало Да Ну вот куда-то Это все Вот куда-то Вот почему-то Куда-то Все эти Замечательные Исследователи Почему-то Ничего тут На нашей Прекрасной Земле Я имею ввиду Физически Прекрасной Не создается Очень И наша Литература Становится Кривой Потому что Она отражает Кривую Действительность И все И прочее И прочее Вообще Ужасно Надоело Как раз Вот Это Жвачка Приятия Не принять Конформизму И диссидентства Это просто Какая-то Беда Это Они лучше Утверждать свое Я думаю Братья Утверждать Свою Я понимаю Конечно Вот Эта Книга Собственно Об этом Братья Ну я понимаю Легко Так в кавычках Скажем Легко Быть писателем Потому что Ты пишешь И все И нет Вот этих Вечных Отговорок Я отвечаю За 2 миллиона Моих актеров Сотрудников И кого-нибудь За оркестр За оркестр Съемочный процесс Но ведь Но с возднем Того же Энзенштейна Который Вообще Просто Всадил Сталину Перо В бок Создав Ивана Грозного Когда он Показал Во второй серии Весь ужас Ну да Но при этом Здесь Он делал Абсолютно Правоверные И даже До страшности Правоверные Но Все таки Какая-то Ответственность За то что ты делаешь Она должна Мне кажется Мне кажется Действительно Внутренно Когда Мракобесие Расцветает Тут надо Искать Правды В своей Личной жизни В своей Библиотеке В своей Семье В общем Пытаться это Пережить Не сломавшись Это самое главное Что может Ну вот я хочу Просто Сказать что Знаешь что Все равно Какое бы ни было Мракобесие А завтра Моей дочке Десять лет Ну это Ну это Замечательно Я поздравляю Мы Мы Празднуем У нас Шары Дома И улыбки И белые Бальные платья И все Прекрасно Вот И мне кажется Что Этим А также Юмором Какой-то Иронии Этим и можно Ну и стойкостью Да Виктор Ерофеев Спасибо большое Это у нас Особое мнение Последнее Что я хочу Все таки Ну все очень хорошо У меня тоже День рождения И дочки И сыновей И внука Есть День рождения Но мне кажется Мне нечего будет Рассказывать И нечем поздравить Если я У меня Как папа мой говорит Если у меня Гайка отдастся В какой-то момент Как-то стыдно будет Все таки Правда Да Да Дело в том Что есть такое Слово совесть И оно Еще не вычеркнуто Словарем Да Я надеюсь Что в следующем Издании Оно тоже будет Виктор Ерофеев Спасибо большое Это было Особое мнение До свидания Знаешь потрясающе Я пристрастился Писать карандашом Снова Карандашом лучше Представляешь Приятнее И даже у меня Сам этот процесс Когда я этот карандаш Оттачиваю Оттачиваю Это же процесс продолжается Да Это да Я тоже Хотя я Мне Нужна Эта ручка Мне кажется Нравится Конечно Я понимаю Что это графомания Но мне уже нравится Сам процесс Ты один будешь Футбол вести Нет С Васием Вот я написал Сережу Другу По французским Ценностям И вообще Замечательному Человеку Спасибо тебе Большое Мне кажется Что лучше Такие Частные Давать Общие Такие Формулировки Все доброго Тебя Пока Спасибо 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 Способен ли Касьянов Объединить И возглавить Либеральную Оппозицию Ну Я думаю Что Касьянов Способен Объединить Во первых Вопрос А кто еще Потому что После убийства Немцова Конечно Человеком Разбирающимся В большой политике В международной Политике Во всех Хитроспельтениях Политики Остается Только Михаил Касьянов И дай бог Ему здоровья Дай бог Ему Точности Мышления И дай бог Ему Будущности В политике В 92 В 92 Вы хорошо Помните В июльские дни Начал Зосуд Над КПСС Почему Этот суд Не выполнил Свои задачи Как всегда В России Решает Главный А главный Тогда Заколебался Мне кажется Что Это было Очень Опасное Колебание Которое В конце Концов Привело Нас К тому Что Мы Об этом Скорбим И плачем Все Вообще Никто Бы Не обидел Реально Левые Силы Реально Левые Взгляды Я Сам Могу Точно Сказать Я сам Считаю Что По отношению К простым Людям Простому Народу Должна Проявляться Справедливость И честность Но коммунизм уже не имел никакого отношения ни к народу, ни к чему, и эту заразу мы перенесли в наше общество. Татьяна Тимофеева. Спасибо за внимание.